В Наринбаре появится новая улица, ветеринарный проезд. Данную идею единогласно поддержали депутаты городского совета во время очередной сессии. Помимо прочего, народные избранники и за то, чтобы 13 сентября провести внеочередные выборы. Избирателям центрального и портового округов предстоит определить двух новых депутатов. Вакантные места, напомню, в городском совете появились еще в прошлом году. Всего депутаты рассмотрели 13 вопросов. Самым обсуждаемым стал отчет председателя городского совета Ольги Старостиной о работе горсовета за прошедший год. По ее словам, оба созыва в прошлом году провели большую работу по 136-му федеральному закону и 95-му окружному о передаче полномочий. Также по инициативе городских депутатов был принят окружной закон, согласно которому за счет бюджетных средств стало возможно проведение капитального ремонта в домах одиноко проживающих пожилых людей. Этот закон – одна из заслуг депутатов второго созыва. Но, опять же скажу, жизнь показывает. Сегодня мы закон приняли, сегодня мы поддерживаем, на сегодняшний день у нас снижают финансирование. И вот мы на последнее буквально сейчас изменение бюджет нам оставили буквально в смысле на 4 человека пожилых. Однако по работе горсовета и самого председателя у депутатов возникли вопросы. Группа депутатов обратилась к нам об открытии депутатской комнаты в микрорайоне Качгард. И с помещением уже была договоренность. У нас все-таки там четверо депутатов. Плюс еще окружные к нам депутаты присоединились бы. И этот вопрос у нас с вами обсуждался. Но он так и завис в воздухе. Также Людмила Павловна отметила, что работа по многим вопросам после обсуждения и голосования прекращается, хотя проблема остается. И добавила, что большинство депутатских запросов к председателю остаются без ответа. Скрылся и факт давления на народных избранников. Не хотелось бы, чтобы специалисты правового отдела городского совета вмешивались или указывали, как голосовать на сессии. То есть я прекрасно понимаю, что есть некоторые вопросы, к которым надо разобраться. Стараюсь это сделать. Если мне требуется помощь, я с удовольствием обращусь. И думаю, что мне не откажут в этом. Несмотря на замечания, отчёт председателя был принят к сведению. Утвердили депутаты и изменения в городской бюджет на текущий год и плановый период 2016 и 2017 годов. Также депутаты приняли решение по внесению изменений в устав муниципалитета и установили продолжительность депутатских каникул. Они продлятся с 1 июля по 31 августа.